Ну, продолжая экскурс по творчеству Василия Перова, конечно же, нельзя обойти стороной картину «Тройка», всем до боли известную. Ну, кто учился в школе, так сказать, моего поколения, люди постарше, помнят, что в учебниках сзади были репродукции картин, по которым дети писали сочинения, и в том числе там была в каком-то из классов, там, не помню точно, но это и не важно, картина вот как раз Перова «Тройка». Оригинальное название этой картины «Ученики-мастеровые везут в воду». Ну, и как большинство картин Перова, это, естественно, бытовой жанр, реализм, остросоциальные темы, тема эксплуатации детского труда, который в то время в России не имел вообще никаких границ законодательства, никакой там ювенальной юстиции, в помине не было, поэтому детей эксплуатировали, что называется, по полной программе. Ну, традиционно их могли отдать в ученики куда-нибудь там в подмастерье, а уж там как придется, но жизнь там была, в общем-то, не сахар, что и изображено на этом полотне. Но, собственно говоря, и сама история создания этой картины тоже весьма драматична, почему я решил про это рассказать. А дело было так. Когда Перов задумал эту картину, придумал сюжет, придумал композицию, то двух детей, крайних двух детей в этой тройке, он довольно-таки быстро нашел, написал портреты, и все было, в общем, ничего. Но вот центральный персонаж, да, самый главный, который и по логике, и по композиции притягивает сразу взгляд, вот его-то он никак не мог подобрать. Он ходил по улицам, вглядывался в лица каких-то там мальчишек, знакомых, незнакомых, но все было вот, ну, не то. И картина на некоторое время, в общем-то, застопорилась. Пока в какой-то из дней, случайно, на улице он не увидел некую старушку, которая шла с мальчиком, и этот мальчик был вот как нельзя лучше подходящим именно для этого замысла. Он, Перов, естественно, подбежал к этой бабушке и стал объяснять сбивчиво, что он художник, что вот он хочет картину такую написать, что ему нужен вот этот мальчик. А женщина просто перепугалась, потому что она не понимала, что от нее хочет некий барин. Вот, а сама она была, в общем-то, из простых, крестьянка, бедненькая. И как потом выяснилось, они, в общем-то, шли с паломничеством, не то в Сергиеву Лавру, не то еще куда-то. В общем, цель их путешествия была религиозной. Вот. А он их тут вот как-то попытался сострунить и к чему-то там призывал. Ну и когда он растолковал вообще, в чем дело, тут она еще больше засомневалась, потому что она была женщина очень набожная, и по ее уразумению нельзя вот так вот рисовать портреты людей, потому что это у них забирает душу, жизнь, здоровье, там, я не знаю что. В общем, изображать людей – это богохульство, как она считала. Поэтому всячески отказывалась, но тем или иным способом Перов ее все-таки уговорил, как-то показал картину, объяснил замысел, что вот он за правое дело там хочет показать всю эту историю тяжкого детского труда. В общем, согласилась она. Два дня он работал над портретом, заплатил деньги, и, в общем-то, они в освоясь и ушли. Картину потом купил Павел Третьяков. И Перов забыл уже и про эту женщину, которая, кстати говоря, оказалась далеко не бабушкой, просто тяжелые условия жизни и труда. Она, что называется, ни на ком, на каждом оставит неизгладимое впечатление и след. Через четыре года к нему приходит та же самая женщина, которая, к сожалению, еще больше постарела, подурнела от тех же самых тяжких условий жизни. Сказала, что все продала, накопила какую-то сумму денег и хочет купить эту картину с изображением ее сына Васятки. Вася его звали. Так как мальчик в скорости после этого события заболел оспой и умер. Перов был настолько ошарашен этой новостью, что, как смог, объяснил, что картина уже, в общем-то, давно продана и висит в галерее. И максимум, что он может сделать, это отвезти ее в галерею и показать эту работу. Вот, отвел. Естественно, там у этой тетушки случилась истерика, она упала на колени перед картиной, стала там причитать, рыдать, что вот это вот ее Васенька, да вот здесь как живой, и тот же зубик его поломанный, и горе, горь, 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 и все в таком духе. Вот. Перову ничего не оставалось делать, как просто предложить написать ей отдельно портрет по памяти ее сына и подарить. Вот, собственно говоря, такая драматическая история произошла с этой работой, и вот как вот после этого не верить во всякие разные суеверия и поверья, да. Вот не зря, наверное, индейцы майя, а я лично это наблюдал, когда был в Панаме, они всегда отворачиваются от фотоаппарата, потому что искренне считают, что вот передача изображения крадет душу. Уж, ну, возможно, это в данном случае было просто совпадение, а детская смертность в те времена была на очень высоком уровне, поэтому ничего мудреного здесь нет. Вот такая история, если вам она зашла и понравилась, обязательно подпишитесь. Где? Вот тут? Да, вот тут или вот тут? Не знаю. Вот. Колокольчик поставьте, я буду рассказывать еще вам много чего интересного.